Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Нужно будет это делать по объединениям. Я, ребят, сейчас с вашего позволения немножечко звук убавлю, потому что орёт, что просто дико раздражает музыка в ангаре. Надо просто убавить и всё. Значит, смотрите. Объединение, то есть Союз, это СССР, Китай, Блок, Германия, Япония, Альянс США, Великобритания, Польша, Коалиция, Франция, Швеция, Чехословакия, Италия. Уровень машины. Ну, вот здесь вот это, в принципе, всё понятно. Ну и, наконец, награды. Это танки 260-й за первую кампанию и вот этот вот 279-й за вторую кампанию. Чтобы собрать их, нужно чертежи различных деталей этих танков получать. Сейчас я вам расскажу, как это всё происходит. Также награды будут девушки-танкисты по привычке и всякие расходники. Теперь, когда мы с этим ознакомились, нажимаем так точно и переходим непосредственно. Вот так теперь выглядит карта операций. Вот так вот. Это первая кампания на Штюга. Со Штюга начинается, видите, Т-28 концепт, Т-55А, Объект 260. И вот вторая, Экскалибур, Химера и Объект 279. Давайте перейдём на Экскалибур и посмотрим награду за этот. Соответственно, танк шестого уровня, Экскалибур, это ПТ-шка. Сами видите. Также даются четыре девушки-танкистки. Тут всякие нашивочки, награды и так далее. Что же нам нужно сделать? 60 различных боевых задач. Я вам все, наверное, показывать не буду, иначе мы просто офигеем, а может и покажу. Значит, смотрите. Первая задача. За любое количество боёв надо помочь союзникам нанести 15 тысяч урона. Вторая задача. Нанести 8 тысяч урона лёгким танкам. Третья задача. Уничтожить 15 танков. Четвёртая задача. Заблокировать 40 попаданий за вашу машину. Напоминаю, это за любое количество боёв. Нанести 3,5 тысячи урона по артиллерии. Шестая задача. Союзники должны уничтожить 12 ЛТ, ПТ или СТ по нашим разведданным. Седьмая задача. Уничтожить 15 средних танков. Восьмая задача. Ну, награды вы сами видите, да, я вам просто читаю условия. Помочь союзникам нанести 10 тысяч урона, передавая разведданные, бездвижив или оглушив. То есть можно и на арте, и на ЛТшках, и на СТшках. Нанести в два раза больше урона, чем прочность собственной машины. Год за два. Накопительная. Так, значит, девятая. Десятая задача. Это у нас принять участие в успешном захвате базы. Одиннадцатый. Кстати, это как это может быть, оно накопительное. Просто принять участие. Можно даже одно ХП захватить. Один процент. Уничтожить две единицы техники противника. Странно. Двенадцатая задача. Это у нас заблокировать в два раза больше урона, чем прочность собственной машины. Тринадцатая задача. Это у нас нанести машине противника урон тараном. Просто урон нанести не убить. И уничтожить семь единиц техники противника, которым вы нанесли урона больше, чем 50% от их базовой прочности. Вот это уже посложнее, но это последняя задача. И, наконец, пятнадцатая задача. Получить знак классности первой степени или выше ранга. То есть, сыграть на первую степень или на мастероса. Значит, заблок на немецких или японских танках. Нанести 12 тысяч урона средним танкам. Заблокировать попадание от двух машин противника. Уничтожить 10 легких танков. Четвертое. Союзники должны нанести 8 тысяч урона ЛТ, ПТ, СТ противника, по нашим разведданным. Пятое. Пробить броню противника 60 раз. Шестое. Уничтожить 30 танков противника. Седьмое. Заблокировать урона больше, чем кто-либо из союзников. Но минимум надо 1000 урона заблокировать. Восьмое. Уничтожить 3 единицы техника противника двух разных типов. Ну, что-то как-то странно это. Не, хотя накопительное может быть. Девятое. Союзники должны уничтожить 7 танков или СТ, по нашим разведданным. Десятое. Нанести 12 тысяч урона технике противника, принадлежащий блоку. То есть 12 тысяч урона по немецким и японским танкам. Одиннадцатое. Нанести 35 тысяч урона просто технике противника. Двенадцатый. Уничтожить 2 танка в первые 3 минуты боя. Ага. Любопытно. Ну, это, наверное, один танк в одном бою, другой танк в другом бою. Потому что это накопительные. Попасть в топ-3 урона обеих команд. Это несложно. Заблокировать в 2 раза больше урона, чем прочность собственной машины. Тоже не особо сложно. И заслужить суммарно 15 штук наград категории Героя Битвы или Эпических Медалей. Вообще несложно. Ну, то есть, воин, основной калибр и так далее. Колобанов. Ну, Колобанов уже сложно. Поняли, короче. Уже сложнее. Но ничего невозможного. Итак, значит, за альянс уничтожить 20 танков противника. Оглушить 30 разных единиц техники противника. Вот хошь не хошь, а на арту придется сесть. Нанести 10 тысяч урона по ПТшкам. Обнаружить 20 танков. 25 танков, оставаясь необнаруженным. Уничтожить 15 тяжелых танков противника. Заблокировать 15 тысяч урона. Нанести 25 тысяч урона техники противника за любое количество боев. Одновременно оглушить 2 единицы техники противника 7 раз. Уничтожить 10 единиц техники противника, принадлежащей альянсу. Союзники должны нанести суммарно 5000 урона ТТ-СТ по нашим разведданным. 11-е нанести 1500 урона в первые 3 минуты. Ну, видимо, тут, знаете, в одном бою нанесли 500 урона во втором бою 800. Вот, уже почти выполнили. Так, 12-е. Заблокировать 5 попаданий. 13-е. Уничтожить 15 единиц техники противника в первые 3 минуты боя. Ну, и тут, короче, нужно будет в одном бою одну, там, или две в другом бою одну, или две. Короче, это рассчитано на то, что долго вы будете выполнять. 13-е. Союзники должны уничтожить... Мне вот это, кстати, не очень нравится в первые 3 минуты боя. Союзники должны уничтожить 7 единиц техники противника, оглушенных вами. Ну, что ж. Ничего сложного. И, наконец, 15-я задача. Получить знак классности первой степени или выше рангом. Хм. Ничего сложного. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Итак, здесь у нас нанести 12000 урона. Вывести из строя суммарно 40 внутренних модулей. Хе-хе-хе. Уничтожить 20 единиц техники противника, не принадлежащей коалиции. Прикольно сделали. Помочь союзникам нанести 15000 урона. Нанести 20000 урона танкам противника, не принадлежащим коалиции. Занять первое место по урону своей команды. Ну, вот, не сложно. Уничтожить 20 единиц техники противника своего уровня или выше. Для танков низкоуровневых пошли задачи. Союзники должны уничтожить 10 танков противника, по нашим разведданным. Девятые нанести 15000 урона в первые 3 минуты повторяться. Начинают занять первое место по опыту в своей команде несложно. Уничтожить 10 ПТ-САУ противника за любое количество боев. Двенадцатый нанести 25000 урона технике противника. Тринадцатый уничтожить 5 САУ противника. Для СТ-шек-ЛТ-шек, наверное, задача. Нанести урон выстрелами 8 раз в первые 3 минуты. Ну, нормально. И, наконец, последнее. Заслужить суммарно 15 наград категории Героя Битвы или Эпических Медалей. Но, в принципе, Икс Калибур это накопительные задачи. Давайте посмотрим на Химеру. Здесь надо за один бой все это выполнить. Что же тут нам напишут? Уничтожить противника, захватить базу, защитить базу. Попасть в топ-3 по опыту в своей команде. Ну, короче, просто надо хорошо отыграть. Даже если вы противника не уничтожили, то захватить базу или защитить базу. Второе. Уничтожить 1 танк противника в первые 1,5 минуты боя. Вот это зря они такие задачи делают. Сейчас с новым балансировщиком это очень сложно делается. Уничтожить противника. Попасть в топ-3 команды по опыту. Нанести 3000 урона технике противника. Понятно. Уничтожить 6 танков противника 3 разных типов. Ну, это все у нас с первого сезона уже повторяться начинает. Выстрелами нанести урон технике противника 15 раз. Это не сложно. Уничтожить 3 машины в первые 3 минуты боя. А вот тут они, конечно, прямо упоранты. 3 машины в первые 3 минуты боя. И это, ребята, не накопительные. В первые 3 машины в первые 3 минуты боя. Ёлки-палки. Пусть они сами... Вот тут у меня начинает бомбить уже. Обнаружить и нанести урон САУ противника. Уничтожить САУ противника не сложно. Ну, упор, это, конечно, но это адекватная задача. Вывести из строя или ранить суммарно 7 внутренних моделей членов экипажа. За бой, в принципе, на фугаснице не сложно. Нанести 2000 урона тяжелым танкам противника. Не сложно уничтожить 2 тяжелых танка противника. Но это тут на удачу задача уже пошла. Сложнее. Уничтожить 2 танка противника с расстояния 300 метров и более. Это для ПТ-шек, наверное. Хотя на любом танке можно выполнить. Обнаружить 6, оставаясь необнаруженным. Ну, я видел и посложнее задачи. Обнаружить технику противника суммарно на... Оглушить технику, извиняюсь, на 200 секунд. Блин, хочешь не хочешь, а придется все-таки на рту садиться. Уничтожить 6 танков противника трех разных типов. Ну, в принципе, есть неадекватные задачи, но терпимые. Уничтожить 3 танка противника, не потеряв очков прочности до этого момента. Ха-ха-ха. Прикольно. Не потеряв очков прочности. Блин, в мире фугасов 3 танка завалить. А-а-а. Вот у меня жопа начинает гореть от 14 задачи. Суммарно нанесенного полученного и заблокированного броней урона должно составлять 12 тысяч. Ну, в принципе, выполнимо. О-о-о. Это на советских и китайских танках все представить. О-о-о. Сорян. Для выполнения с отличием. Ну, я, короче, не... Давайте я так полистаю. Урон. Нанести 6 тысяч урона технике противника. Попасть в топ-3 команды. Так, критические попадания. Вывести из строя или ранить суммарно 5 внутренних. Нанести 2 тысячи урона. Выжить. Не иметь к моменту завершения поврежденных внутренних модулей. Да это для выполнения с отличием. Так, основная часть. Нанести 3 тысячи урона технике противника, не выходящей за дистанцию вашего тихущего обзора, в том числе больше 445 метров. Я не буду дополнительные читать, вы можете их, если что, сами ознакомиться. Так, разведданные. Передать разведданные для уничтожения 4 единиц техники противника. Несложно. Выстрелами нанести урон САУ 3 раза. Уничтожить 1 САУ. Уже начинается упоранство. Потому что если 1 САУ, это как это и 3 раза урон нанести? Да у нее столько ХП нету. Обнаружить 4 танка противника. Выстрелами нанести урон техники противника 10 раз. Ну, такое себе. Ну, все еще терпимо. Уничтожить 3 техники противника, оставаясь незамеченной в момент их уничтожения. Ммм. Хмм. Ну ладно, для ПТшка сойдет. Поджечь машину противнику своего уровня или выше. Ладно, рандомная такая задача. Передать разведданные на 3000 урона, нанести 2000 урона самому. Такое себе, конечно, уже. Не иметь к моменту завершения боя поврежденных модулей, нанести 4000 урона. Ну, в принципе, в конце боя аптечку голдовую заюзать и все. Уничтожить 6 танков противника. Короче, взять ММ-война. Не сложно. Топ-1. Занять первое место по урону в обеих командах. Выполнимо. Нанести 4000 урона технике противника. Тоже выполнимо. Они друг другу не мешают. Просто как бы намекают, что надо играть на высоком уровне технике. Уничтожить 6 танков противника трех разных типов. Уже сложнее. Урон ПТТ. Нанести 3000 урона тяжелым танкам противника. Норм. Ну и, наконец, 15-я задача. Нанести 3000 урона ПТ-САУ противника. Короче, надо где-то ПТ-шка найти и наказать их. При этом, с отличием, чтобы выполнить, надо еще уничтожить противника и нанести урон 7 разным машинам противника. Напоминаю, да? Так, с этим разобрались. Ёлки-палки. Давайте я так лучше буду смотреть. Быстрее получается. Уничтожить противника. Нанести 30% от суммарного урона своей команды. Уже сложнее. Так, сбить гусеницу трем разным машинам противника. Сбить гусеницу противника. И должны нанести 250 урона. Ну, это немного. Это адекватно. Оглушить технику противника 10 раз. Привет, арта. Нанести 3000 урона, оставаясь незамеченной в момент нанесения. Привет, борщ. Уничтожить тараном машину противника и выжить при таране. Епись. Или... Ну, короче, много танков так могут сделать. Оглушить технику противника на 150 секунд. Такое ощущение, что в альянсе у нас присутствует куча артиллерии. Союзники должны уничтожить 2 единицы техники противника, оглушенных или обездвиженных вами. Занять первое... Так, а здесь... Да, оглушить. Занять первое место по урону в своей команде. Нанести в 4 раза больше урона, чем прочность собственной машины. Уже... ПТ, привет. Передать разведданные на 5000 урона сложнее и сложнее. Помочь союзникам нанести урон 5 танкам противника, передавая разведданные. Выстрелами нанести урон средним танкам противника 6 раз. Уничтожить средний танк противника. Ну, вполне выполнимо, я думаю. Нанести 4000 урона. Уничтожить 3 единицы тяжелых танков противника. Блин, очень рандомные опять задачи начинаются. Уничтожить 3 танка противника с расстояния не более 100 метров. Это для ТТ в городе. Углушить технику противника на 108 секунд. Сбить гусеницу противника. Союзники должны нанести ему 800 урона, пока он обездвижен. Суммарно, я надеюсь. И, наконец, 15-я задача. Нанести 8000 урона технике противника. Ха, да... Это... Хоть 5 фрагов не надо делать. Хотя, кто его знает, может и надо. Я же не смотрю доп-задания. Потом посмотрим. Если захотите... Блин, ну надо посмотреть. А то ж... Блин, ну я на остальных не смотрел. Чё смысл-то? Ну, в общем, вы поняли, да, как здесь всё? Уничтожить суммарно 3 ТТ. Сбить гусеницу 3 ТТ. Занять первое место по опыту в обеих командах. Уничтожить танк. Нанести урон 6 разным машинам. Уничтожить тараном машины противника, потеряв меньше очков прочности, чем цель. Ну, то есть таранит легкий танк лучше всего. Выстрелами нанести урон техника противника своего уровня и выше 10 раз. Седьмая задача где? Вот она. Уничтожить легкий танк противника в первые 2 минуты боя. Занять первое место по опыту в своей команде. Ой! Нанести 2000 урона со расстояния не менее 250 метров. Уничтожить 5 танков противника. Нанести 3000 урона технике противника. Заблокировать в 3 раза больше урона, чем проще собственность машины. Это сложные задачи, они очень рандомные. Выстрелами нанести урон технике противника 15 раз. Уничтожить танк противника. Принять участие в успешном захвате базы. Нанести 3000 урона технике противника. Вот хорошая адекватная задача. Уничтожить 7 танков противника. Почти войн перевыполнен. Сумма нанесенного урона и урона нанесенной с вашей помощью должна составить 10 тысяч. Вот это хорошая задача. То есть и светишь, и дамажишь, и так далее. Так, ну и наконец самое сложное. Это у нас на объект 279. Там обещали, что нужно за серию боев их выполнять. Вот мне очень интересно, что они имели в виду. Помочь союзникам нанести в среднем 2000 урона техники противника за бой, передавая разведданные, избивая гусеницы. Ограничение. Помочь союзникам нанести 1000 урона техники противника за бой, передавая... Так, блин, наверное так мы не узнаем. Надо ближе подносить. Прогресс 0 из 2500. А за какой... А, осталось боев 5. То есть за 5 боев нужно сделать... Помочь союзникам нанести в среднем 2000 урон техники противника. И можно вот еще с отличием это выполнять. Так, выполнить условия в трех боях подряд. Нанести в 2 раза больше урона, чем прочность собственной машины. Вот это сложно. Сложно. То есть берете танк и 3 раза надо больше, чем прочность собственной машины нанести. Кстати, смотрите, здесь боны можно получать. Так, выполнить основное условие за количество боев 10. Уничтожить 15 танков за 10 боев. Ну, более-менее адекватно. За 5 боев среднее количество заблокированных попаданий должно составлять 8. То есть в одном бою 1, в другом бою 15, в среднем 8 будет. И так за 5 боев надо сделать. Ой, какие сложные... Вот это реально сложные задачи, прям реально сложные. Выполнить условия в 5 боях подряд. Попасть в топ-3 по урону в обеих командах. Подряд. В обеих командах. То есть реально задачки на скил пошли. Первый результат. Уничтожить в бою больше машин противника, чем кто-либо из союзников. Выполняется в 3 боях из 7. Класс, класс. Выполнить условия в 3 боях подряд. Вывести из строя или ранить суммарно 3 внутренних модуля. Привет, фугасники. Выполнить основное условие за 10 боев. Заслужить награду огонь за поражение. Это дается за то, что вы настреляли количество урона, равное собственному количеству ХП танка. Так, выполнить условия в 2 боях подряд. Уничтожить 3 танка противника. Ну вот это еще терпимо. Слушайте, ну... Я вам могу сказать, что на 279-го тут просто ногу сломаешь. Эффективность брони. За 10 боев надо заблокировать 15 тысяч урона. В среднем 1500 урона получается. Пробить броню. Совершить в среднем 8 пробитий за бой. В среднем. Ну, поняли, да? В среднем. Выполнить основное условие за 10 боев. Помочь союзникам уничтожить 7 танков противника. Вау. Выполнить условие за 10 боев. Стать героем битвы. За 10 боев 2 раза воина надо взять. Привет, подсос фрагов. Выполнить основное условие. За количество боев 10. Оглушить технику противника суммарно 80 раз. Вау. Что-то... Я уже даже не знаю, смогу ли я это выполнить. Получить в знак классности 1 степень или выше рангом. В 3 боях из 10. Если в 4 из 10 получите знак классности мастер, считайте, выполнили с отличием, получите 1750 бонов и... Бланк приказа. Вау. А, это 15 задача. Сарямба. Сарямба. Это 15... Фух. Это хотя бы 15... Это всего... Это уже 15. Как правильно. Я не могу передать свои эмоции. Вот это самое жесть, конечно. Я еще на первую тут кампанию гнал что-то. Так, нанести 3,5 тысячи урона технике противника. За 3 боя. В 3 боях подряд. Ой. Выполнить основное условие за количество боев 10. Осталось 10 боев. Заслужить награду непробиваемой 4 раза. За 10 боев. Из 5 боев надо уничтожить 3 машины. В 3 боях подряд надо помочь союзникам уничтожить 2 танка. Подряд. Выполнить основное условие за количество боев 10. Иметь средний урон не менее 3000. Хо-хо-хо-хо-хо. Это только статисты могут делать. Причем не меньше 1000 урона технике противника надо за бой наносить. А-а-а. Выполнить условие в 2 боях подряд. Уничтожить 3 танка противника 2 разных типов. Хотя бы в 2 боях подряд. Это просто. Ребят, 3 кампания она просто невыполнимая. Уничтожить техники больше чем любой из игроков. Хо-хо-хо-хо. То есть 1 танк уничтожили. А команда 0. И это 3 раза из 7 надо сделать. Жесть. Выполнить условие в 3 боях подряд. Пробить броню противника 7 раз. Ладно, это нормально. Выполнить основное условие за количество боев 10. По мышц союзникам передать 15 тысяч урона, короче. Терпимо. Кстати, награды, смотрите, они такие. День приема везде. Герои битвы. За 10 боев заслужить основной калибр 4 раза. Блин. Нанести урон 4 разным машинам противника. Слушайте, это можно год выполнять, если не 2. Хе-хе-хе. Выполнить условия в 3 боях подряд. Ну ладно, 4 разным машинам противника терпимо. Выполнить основное условие в 3 боях из 7. Заблокировать урона больше, чем кто-либо из союзников. Понятно. Выполнить основное условие за количество боев 10. Уничтожить среднюю 2 танка противника. Ладно. Выполнить основное условие в 3 боях из 5. Занять первое место по урону своей команде. Хотя бы в 3 из 5. А нам отлично, это 5 из 5. Да. Ну и наконец, 15 задача. Выполнить основное условие в 3 боях из 10. Получить знак классности первой степени выше. Или в 4 получить знак классности мастер. Но Бонов, конечно, сыпят не кисло. Прям Бонов не жалеют. Блин, это только вторая была. Я уже, у меня язык отваливается. Давайте смотреть. Почетное звание. Заслужить награду огонь за поражение в 5 боях из 10. Попасть в топ-3 по урону своей команды в 5 боях подряд. Помочь союзникам уничтожить в среднем 2 танка противника за 10 боев. В среднем. Ладно, я не понял. Выполнить основное условие за... Ну, выглядит легко. За 10 боев. 30 тысяч урона за 10 боев. Ну, хотя бы не в среднем 3 тысячи держать, да? Где-то можно 5 нанести, где-то 1000. В среднем все равно будет идти нормально. Так. Выполнить основное условие за 10 боев. Оглушить суммарно 40 разных танков. То есть по 4 танка минимум в бою. Выполнить основное условие в 2 боях из 7. Заслужить награду поддержка. Это для ЛТшек. Слушайте. Выполнить основное условие за 10 боев. Средний заблокированный урон должен составлять не менее 2000. Так. Вывести из строя 30 внутренних модулей за 10 боев. Так. Оглушить технику противника на 1800 секунд за 10 боев. Нанести в 2 раза больше урона, чем прочность собственной машины. 4 из 7 боях. Помочь союзникам нанести суммарно 1200 урона в 4 из 10 боях. Так. Заблокировать урона больше, чем любой из игроков в 3 из 7 боях. Оуу. Попасть в топ-3 по опыту в обеих командах 5 раз подряд. 5 раз подряд. Нанести урон 30 разным машинам противника. Выполнить основное условие за 7 боев. 7, ну где-то 4. Оуу. А, нанести урон не убить. Ладно. Это еще нормально. Выполнить основное условие в 3 боях из 10. Получить знак классности 1 степень. А, ну это норм. Это норм. За 10 боев. И, наконец, коалиция. В 3 боях из 10 заслужить награду боец. Это 4 фрага сделать. Нанести 3000 урона технике противника в 5 боях подряд. 6. Заслужить суммарно 5 штук наград категории героев битвы или эпических медалей за 7 боев, 5 суммарных. Ну, в принципе, реально выполнить. Это, я так думаю, неплохо. Выполнить основное условие за 10 боев. 30 внутренних модулей выбить. Выполнить основное условие. Заблокировать 30 попаданий за 10 боев. Пробить броню противника 75 раз за 10 боев. Уничтожить 2 танка 2 разных типов в 3 боях подряд. Заслужить награду дозорный в 2 из 10 боев. Прогресс. Так, нанести в среднем 4 разным машинам противника за бой за 10 боев. Надо 4 раза так сделать. Помочь союзникам нанести 1500 урона, передавая разведданные в 3 боях подряд. Два раза попали Малиновка-Прохоровка, третий в Химмельсдорф и Пассос. Уничтожить технику больше, чем любой из игроков. В 3 из 7 боев. Этот, ребят, даже я без отличия задачи-то зачитываю. Заслужить суммарно 5 штук наград категории Герои Битвы или Эпические Медали за 10 боев. Эффективная броня заблокирует в 2 раза больше урона, чем проще собственные машины в 3 боях из 5. В одном бою занять первое место по урону в обеих командах. В 3 боях из 5. Получить знак классности первой степени или выше в 3 боях из 10. А, это все, это 15 задача. Вот, и за это вы будете награждены вот этим вот танком с 4 гуслями, 4 девками, каким-то уникальным набором камуфляжей, такой вот хренью и вот такой вот, если все выполнить с отличием чемпион второй кампании. Че я вам, ребят, скажу? Я в шоке. Мне кажется, тут половину заданий просто невыполнима. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч.